В штабе ДНР уже заявили, что ополченцы понесли значительные потери, однако атаки силовиков им пока удается сдерживать. Как сообщают наши корреспонденты, ополченцы укрепились в разрушенной диспетчерской вышке, которую штурмует подразделения украинских силовиков. Подробности и эксклюзивные кадры у нашего военного корреспондента Евгения Поддубного. Вот все, что осталось от вышки управления воздушным движением, бойцы ополчения, которые занимают позиции на территории аэропорта и здесь в комплексе диспетчерской вышки называют вот эти разрушения пеньком. Здесь же во дворе находится сожженная украинская бронетехника, а вот там, буквально в полутора километрах отсюда, ближайшие позиции военнослужащих вооруженных сил Украины, они до сих пор контролируют комплекс радиолокационной станции. Он находится на другой стороне взлетно-посадочной полосы. И стоит сказать, что украинские военные предпринимают попытки атаковать позиции ополчения здесь в комплексе вышки управления воздушным движением. Ополченцы отражают эти попытки, открывают огонь из стрелкового оружия, из противотанкового оружия, уничтожают бронетехнику украинских силовиков. Артиллерия вооруженных сил Украины бьет и по этим позициям, и по зданию нового терминала. Вот такие артиллерийские дуэли здесь продолжаются, обстановка крайне напряженная. Вот так сейчас выглядит здание внутри. Ранее это была вышка управления воздушным движением. На протяжении многих месяцев для украинских военных это был главный наблюдательный пункт и главная снайперская позиция. Отсюда корректировали артиллерийский огонь по территории аэропорта, по позициям сил ополчения, а также по жилым кварталам, которые прилегают к воздушной гавани. Сейчас эта территория находится под контролем сил Донецкой Народной Республики. Бойцы ополчения отражают попытки украинских военных вернуть себе эти позиции. Но хотя сложно назвать это полноценной позицией, здесь фактически ничего не осталось. Контроль над всей территорией аэропорта позволил силам ополчения отбросить украинские подразделения севернее. Сейчас линия противостояния проходит там. Но несмотря на это, украинская артиллерия до сих пор достает до жилых кварталов Донецка. Стреляют из дальнобойной артиллерии, реактивных систем залпового огня, «Град» и «Ураган», используют крупнокалиберные минометы. До сих пор попадают в жилые кварталы, хотя бьют по позициям ополчения на территории аэропорта в новом, в терминале, в терминале старом. Здесь по позициям диспетчерской вышки, хотя, казалось бы, где тут можно прятаться, но бойцы ополчения сумели окопаться, занять оборону, выдерживают эти атаки. Украинские силовики по-прежнему часто пытаются прорваться сюда на бронетехнике, бросают в бой пехоту. Вот как нам рассказали бойцы интербригады, буквально сегодня утром им удалось отразить атаку украинских военных. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Яловский. Вести. Диспетчерская вышка Донецкого аэропорта.